О наступившей 1 июля необходимости для предпринимателей, торгующих на рынке, применять контрольно-кассовые аппараты, говорили сегодня на Авторадио. Начальник отдела оперативного контроля УФНС России по ЕАО Кирилл Тищенко сообщил, что налоговики России и области реализуют сейчас проект под названием «На розничных рынках». Проект должен исключить и недобросовестность субъектов предпринимательства, которое может проявиться как в отсутствии контрольно-кассовой техники, так и в её неприменении. Касса обязательно, чек необходим. Целью данного проекта у нас является защита прав потребителей, подтвержденная покупка чеком, защита прав добросовестных предпринимателей и, соответственно, обеление рынка. Здесь уже идёт пополнение бюджета. На предварительной фазе проекта налоговики активно информировали о грядущей необходимости использовать кассу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Всех, за исключением тех, кого закон от этой необходимости освободил. Физические лица, то есть это именно имеется в виду не предприниматель, как ИП оформленный, а именно вот кто торгует с личного подсобного хозяйства, то есть там огурцы, помидоры, картофель, к примеру, ну и также предприниматель с этой категории, который реализует продукцию на открытых прилавках, то здесь им тоже контрольно-кассовую технику можно не применять. За время реализации проекта на рынке было выявлено 21 нарушение. По всем этим случаям составили административные протоколы. Отметим, что за неприменение кассы для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф не менее 10 тысяч рублей, а для юридических лиц не менее 30 тысяч. При этом гость студии подчеркнул, что основной целью работы налоговиков является не наказание, а обеспечение соблюдения требований закона. Поэтому при первом нарушении объявляется лишь предупреждение. В целом можно сказать, что проект уже достиг намеченного результата. На данный момент у нас на рынках установлено 129 кассовых аппаратов. Осуществляя деятельность на рынках у нас порядка, то есть именно в торговых пространствах, это торговый комплекс привоз и центральный рынок городской, там порядка 150 человек. То есть здесь подразумевают свои физические лица и предприниматели, юрлица. То есть 129 кассовых аппаратов установлено, но из требований исходя, то это практически 100%. Кирилл Тищенко также рассказал о техническом разнообразии и вариантах стоимости касс и о том, чем покупателям может оказаться полезным мобильное приложение проверка чеков. Все это в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21.